Витаю шановное сподарство. Очень рад, что очень много людей интересуется VR. Сейчас я вам расскажу про особенности геймдизайна в VR. Но сначала я хочу рассказать вообще про сам VR. Ведь, скорее всего, в основном все здесь сидящие даже не то, что не делают VR, не пробовали VR. Поэтому у меня сначала вопрос. Вас не так уж много, поэтому мне проще будет с вами общаться. Кто из вас разрабатывает для виртуальной реальности что-нибудь? Я знаю, вот эти ребята точно делают. Отлично, уже есть 5 человек. Супер. Кто из вас пробовал виртуальную реальность, погружался в виртуальную реальность? Замечательно. Еще 5 месяцев назад на DevGam в Москве я задавал такой же вопрос. Подняло намного меньше руки людей. Соответственно, VR все-таки двигается в массы. Но есть вопрос. Верите ли вы в VR? Как верю в него я? Я вам расскажу, почему верю в него я лично и моя команда. Давайте вспомним, что было в 2007 году. Что произошло всего лишь 10 лет назад? Какая технология появилась? Окей. Вы ее все знаете, она у каждого из вас в кармане. Ну почти. Последователи эти технологии. 10 лет назад был представлен iPhone 1. Первый телефон, который был без кнопок фактически. Тип Джобс на презентации сказал, что он переизобрел телефон. Соответственно, сейчас никто тогда не верил, что как это без кнопок, с камерой, с GPS-навигацией и все такое. Но сейчас он есть у каждого. Не iPhone, а именно смартфон. А что было всего лишь 5 лет назад? Я опять же напомню, что мы говорим про технологии. Всего лишь 5 лет назад на Kickstarter никому неизвестная компания запустила свою программу, где сказали, что они переизобретают виртуальную реальность. Эта компания была Oculus. Ровно в 2012 году, примерно в это же время, летом, они запустили свою программу и за 36 часов собрали более 2 миллионов долларов, хотя требовалось всего лишь 250. А что произошло всего лишь год назад? Именно почему я спрашиваю про год назад и говорю, что я рад, что еще больше и больше людей пробовали виртуальную реальность. Ровно год назад на свет в продажу поступили очки виртуальной реальности. Всего лишь в том году появился Oculus, Vive, Sony PlayStation и под мобильные VR-хедсеты. Ну и еще в том году мы сделали свою игру под VR. Drunk Odette. Наверное, вам видно еще со спины ее. Так почему виртуальная реальность так интересна и почему я считаю, и многие со мной согласны, в том, что виртуальная реальность это следующий технологический прорыв, который не стоит нам забывать. Ведь виртуальная реальность это погружение в созданный человеком мир. Главное здесь слово погружение. И сейчас виртуальная реальность это не только развлечение, не только игры. Это и кино, это и спортивные мероприятия, трансляции, маркетинг, эдукация, медицина и все вот это вот дело. Так вы скажете, мы же здесь про геймдев пришли говорить, мы же говорим здесь про геймдизайн. А я вам скажу, что вот эти все вещи в виртуальной реальности объединяет геймдизайн. Это все вот эти новые способы погружения, способы обучения, способы продвижения требуют геймификации. Геймификация подразумевает собой геймдизайн, создание этой игры. Теперь вернемся непосредственно к теме доклада. Это само особенности виртуальной реальности и что нам нужно про нее знать. Самое важное это погружение. Для того, чтобы человек понял, что такое виртуальная реальность, чтобы он почувствовал, прочувствовал, мы должны его максимально погрузить в создаваемый мир. Сделать так, чтобы он видел это с высоты собственного роста, для того, чтобы он посмотрел налево, направо и видел пространство, которое сделали. Мы должны в этих играх, не только в играх, но и во всем контенте, который мы делаем, мы должны использовать максимальное погружение человека. Следующей особенностью является управление виртуальной реальности. Нет до сих пор единых стандартов, к которым мы привыкли. Клавиатура, мышка, контроллеры, джойстики. Виртуальная реальность это все-таки что-то новое. И сейчас основными устройствами, которые позволяют нам погрузиться максимально, являются контроллеры от HTC Vive, если мы про Vive говорим, или Oculus Touch, если мы говорим про Oculus. Эти штуки вышли еще меньше, чем год назад, и они позволяют виртуальной реальности потрогать предметы, увидеть свои руки. Если вы пробовали виртуальную реальность именно через Cardboard, через DieDream, то вы этого не понимаете. Если вы пробовали через Oculus и Vive, вы уже знаете, насколько это следующий шаг. Но это сейчас вот эти разработки. Уже есть еще лучше, еще перспективнее, еще продвинутей механики. Например, Lip Motion. Ну, скажем так, это пока еще тоже концепт, но уже довольно успешно применяющийся многими. Это штука, которая отслеживает предметы в виртуальной реальности. Вот непосредственно в данном случае руки. То есть вы их видите, вы можете осязать, не осязать, можете брать предметы какие-то, можете взаимодействовать. Есть продвинутые вещи, например, перчатки. Это одна из разработок китайская, но, тем не менее, они отслеживают уже ваши движения и могут передать объем. Объем самой виртуальной вещи. А вот любимая моя штука, которая выйдет буквально к этой осени, тестовый девайс, называется Tesla Suites. Представьте себе, что этот костюм может, помимо того, что переносить ваше тело в виртуальную реальность, то есть вы видите все свое тело, оно еще обладает свойствами motion capture, то есть вы видите все ваши суставы, видите полностью ваше тело в виртуальной реальности. Оно также еще обладает такой функцией, как Haptic. Это передача, обратная связь от виртуальной реальности. Вы, одевая этот костюм, вы понимаете, что где-то вас кто-то потрогал, где-то укусил, ужалил, обдал огнем. Ну, в общем, обратная связь. И этот костюм разрабатывает белорусско-британская компания. Ну, как британская, у них только название британское. На самом деле ребята тоже с Минска, и я пробовал этот костюм. И они могут программно заставлять мою руку двигаться. Ну, это страшно немножко на самом деле. Поэтому там очень серьезные системы безопасности. Ну, вы представьте, вы его одели, а он вас увел куда-нибудь, я не знаю, на улицу. И еще одна крутая штука в этом костюме есть – это климат-контроль. В этой штуке еще есть климат-контроль. Она мало того, что может обжечь вас, ну, как обжечь, просто дать какое-то тепло, например, на руку, на прикосновение. Либо там вас пустили в фаербол, либо саб-зиро вас заморозил, и вы это чувствуете, чувствуете в игре. Я много про Тесла Сьюз рассказал, потому что, ну, это просто нереальная штука. И это стоит учитывать. Еще есть дополнительные вещи, погружающие, призванные погрузить в виртуальную реальность. Это вправо симулятор полета, то есть вы себя чувствуете птицей, машете крыльями. По центру это площадка, в которой вы реально можете передвигаться и ощущаете, что вы где-то двигаетесь, бежите, прыгаете. И в конце это автосимуляторы. Сейчас много автосимуляторов именно переходит от поставить три больших монитора, а именно вот погружают уже в виртуальную реальность, чтобы человек полностью определял. К чему все это вообще приведет? Зачем нам сейчас заниматься геймдизайном виртуальной реальности? Зачем нам это нужно делать? Ведь история покажет уже, во что это все разольется. Будет это как в фильме «Трон», где люди погружаются и соревнуются, ведут совсем отдельную жизнь. Либо это будет вот так, когда люди просто станут жить в виртуальной реальности полностью. Все зависит от вас, все зависит от нас, от людей, делающих виртуальную реальность. И я вам скажу, что мир уже не будет таким, какой он есть сейчас. Да, будет море, будет песок, но будут параллельные миры, которые мы с вами создадим. А создавать их или не создавать, ну это уже дело вашего выбора. Спасибо, жду ваших вопросов. Миша, спасибо большое. Друзья, вопросы? Я напоминаю про то, что в конце Миша выберет лучшего. Скажите, пожалуйста, каковы действительно перспективы развития липмоушен вместе с VR? Классный вопрос, потому что липмоушен – технология, которая была даже раньше, чем VR. Правильно. Меня самого удивляет, почему производители очков не включают его сейчас уже в свои очки. Но, да, да, всего лишь. Но это как бы, ну, это костылик, который вот все-таки прибамбас, который мы сверху дальше сами докупаем, приделываем. Я скажу, почему. Вот сейчас вышли очки от Microsoft. Четыре компании выпускают примерно одинаковые очки. У нас уже есть один DevKit, Taser. И там камеры. Обычные, как вебки, камеры устройства. И уже через них, через нейросеть, они видят окружающие предметы. Не через систему липмоушен, не через волны, которые отдает липмоушен, а через камеры. Скорее всего, это проще, это надежнее. Я вижу, что это классно, но, видимо, развитие пошло в другую сторону. По поводу Tesla Suite. Вы говорите, что он уже этой осенью планируется к выходу, да? А какая-то цена ориентировочно есть? Цены еще нет. Я объясню, еще даже DevKit нет. То, что мы пробовали, это пробовали в офисе разработчика. Они нам обещают DevKit, обещают его осенью. И обещают на DevGami его показать, ну, совместно с нами. Представьте, вы оденете DevKit, оденете костюм, будете играть в Grank O'Dead, обернетесь, а по вам, зомби, по спине вы почувствуете, что это такое. Как вы считаете, возможно ли в виртуальную реальность каким-то образом интегрировать хотя бы в каком-то виде четвертое измерение или хотя бы 3,5D? Я уверен, что это нужно делать. Это нужно делать уже сейчас. Я уверен, что виртуальная реальность откроет для нас, у футуристов, у фантастов есть параллельные измерения. Виртуальная реальность станет для нас, для человечества параллельным измерением. Там будут возможные и четвертое измерение, и все остальное. Хорошо, мы не раз дискутировали на эту тему, и примерно представляем, как бы мы это реализовали. Как вы это видите? Как я это вижу? Да. Пока что мы балуемся именно с перенесением в виртуальную реальность механик, которые нам близки, которые мы знаем как люди, как физические свойства земные мы переносим туда. Но постепенно мы, например, можем замедлять время, мы можем телепортироваться, мы можем делать разные вещи. Ну, я с удовольствием подискутирую с вами насчет этого, но это длинный вопрос, и именно философский. Пока мы еще не сделали такого, чтобы ломалось сегодняшнее физические свойства мира, законы. Нет, не за что. В этой части зала. Оля. Здрасте. А есть ли будущее, по вашему мнению, у дополненной реальности? Абсолютно. Пару слова об этом. Абсолютно. Это совершенно другая. Скажем так, во всех прогнозах AR и VR всегда пишут через дробь. Я их бы вынес по отдельности, но тем не менее это две технологии, которые не совместимы. Они просто будут идти вместе. Если вы смотрели черное зеркало, то в ближайшем времени, 5-10 лет, у нас появятся линзы, в которые ты хочешь дополненную реальность, переключил, у тебя там виртуальная реальность. Есть просто распространенная теория насчет того, что когда дополненная реальность наберет обороты, виртуальная сдаст планку назад. Вот что вы думаете? Нет. Смотрите, дополненная реальность – это настоящий мир с искусственными дополненными предметами. Виртуальная реальность – это новые миры. Они совсем другие. То есть мы в дополненной реальности не сделаем полет в космос. Мы в дополненной реальности, я заполню зал полностью в дополненной реальности. А в виртуальной – это будет не зал. Или вы будете не людьми, например. Ну что-нибудь такое. Это разное, абсолютно разное. А, тот же? Про дополненную реальность? Здравствуйте. Хотел бы спросить. Вот мы постоянно говорим про то, что мы переносим все в виртуальную реальность. А через какое время мы будем переносить из виртуальной реальности в нашу? То есть как виртуальная реальность поможет нам, скажем, в работе? Виртуальная реальность уже помогает в работе. Она не помогает не только в работе, она помогает в медицине, в обучении. Представьте, вы – симуляция действий, которые в настоящем мире могут привести к каким-нибудь серьезным последствиям. Например, починить что-то, я не знаю, на шахте какой-нибудь. Обучение, в медицине, в нейробиологии очень сильно виртуальная реальность помогает людям восстанавливаться после травм, после перенесенных заболеваний. На эту тему я еще больше могу разговаривать. Вопрос по поводу новых шлемов от Windows. Вы говорите, что уже пробовали прототип. Скажите, или это DevKit был на самом деле, или это готовое устройство. Как качество? Они же дешевле, получается. У них там цена, по-моему, от 300 до 400 долларов. Хуже качество, да? Хуже качество. От Microsoft, которые у устройства вышли, их много, и они дешевле, но пока качество хуже. К тому же они еще не сделали контроллеры. Они их обещают тоже осенью высылать уже. То есть мы видим сейчас, как в Diedream, например, от Google, или как в Gear VR от Samsung. И, опять же, производительность компьютера тоже должна быть большая. Я ставлю больше на то, что сейчас выпустит Oculus и что выпустит HTC Vive, следующее поколение устройств. Я напомню, от Vive было всего лишь одно устройство. А есть такая теория, что для того, чтобы мир принял технологию, должно пройти 5 смен поколений устройств. А всего лишь вышло одно. Ну, в Oculus вышло три. Но первых два не стоит рассматривать. Хотя они были прорывными, но тем не менее. Спасибо. В интернете появляются всякие прототипы шлемов от других компаний, которые используют трекеры от HTC. Такие компании, как, например, Pimax, которые предлагают 8К в каждый глаз и угол обзора 200 градусов. Это правда, неправда? Что за этим стоит, вы не знаете? Я понимаю вопрос, классный. Но нет. Я не видел этих устройств. Я не видел, чтобы они рассылали их разработчикам. Я, честно говорю, у нас в офисе уже очень много устройств. Как только есть что-то новое, мы пытаемся выбить сразу же DevKit. Такие устройства не попадались нам. Но вы верно заметили техническую составляющую. Именно к этому будет идти. Именно шире угол, больше разрешения на каждый глаз, проще устройства, меньше проводов, точнее наоборот, проводов нет. Я надеюсь, что в следующем поколении Viva или Oculus именно вот так будет выглядеть. Именно с такими характеристиками выйдут устройства. Спасибо. Всем привет. Михаил, спасибо большое за доклад. На самом деле у меня не сколько вопрос, сколько предложение. Я HR из компании G5 Games. Мы являемся с репетными партнерами конференции. И у нас сейчас открыта вакансия гейм-дизайнера. И, в общем, вы знаете, где меня найти. Да, хорошо, я понял. У меня такой вопрос с текущим темпом развития. Когда, на нашем веку, появится ли полная виртуальная реальность? Повторите, пожалуйста, я не совсем понял. Появится ли в ближайшие 100 лет полная виртуальная реальность? О, это появится в ближайших 10-15 лет. Вот ребята, которые вот эти, они уже там, в полной виртуальной реальности, понимаете? И да, к сожалению, так будет тоже. Лично мое мнение, что люди в своем развитии, они дойдут до того, что они будут загружать себя в виртуальную реальность, оставлять тело здесь, а сами переходить туда. И это касается вопроса про четвертое измерение, другие миры и тому подобное. И мне в прошлый раз задавали вопрос, а плохо ли это или хорошо? Да я не знаю, плохо это или хорошо. Но, скорее всего, так и будет. Именно так будет развиваться мир. Друзья, последний вопрос. Вот здесь было сказано про костюм, про игру, что зомби ударить по спине, я это почувствую. Ну, это класс, я хочу это почувствовать, вот этот костюм. Но, к примеру, я сяду сейчас, буду разрабатывать такую игру, а что дальше с этой игрой делать? Потому что, ну, у кого есть дома такой костюм? Ладно, костюм, очков ни у кого нету, я так скажу. Замечательный вопрос. Касается того, ну, это вопрос такой вот больше от бизнеса. Когда мы приходим куда-то к инвесторам или к партнерам продавать наш контент виртуальный, они спрашивают, а где рынок? Где количество девайсов у людей на руках, которые обеспечат прибыль? А ее нету, сейчас еще нету. Через пару лет это будет, это задел на будущее. Но, как я в самом начале доклада сказал, что полгода назад еще всего лишь три руки было, и зал был намного больше. Сейчас поднялось там в четыре раза больше рук, и зал меньше. Люди принимают, понимают, верят в то, что виртуальная реальность уже пришла в этот мир, и что мы больше будем ей пользоваться. Я себе домой еще не куплю ни один из этих шлемов. Мне на работе их хватает. Но вопрос не в этом. Нету неудобства еще пользования, и нету еще того контента, ради которого я купил. Порнохаб не считает. Это, кстати, и костюмы тоже относят. Разовьется, надо подождать. Но, если мы делать будем виртуальную реальность сейчас, если мы будем знать все шаги, которые нам нужно преодолеть, разработчикам я имею в виду, то когда рынок добьется той массы, которая будет приносить прибыль, мы будем первые. Ну, одни из первых во всем мире. Это про очки. Про костюм я вообще не говорю. Ну, это очень длинная история. Продолжение следует...